А потом, когда мы замешаем тесто, мы его отставим, да? Да, мы его отставим. Лучше это сделать, конечно. Иваночка, знаешь, это же таки про страхи. Говорят, что страхи все абсолютно у человека из детства идут. Чи можешь ты сказать, что у тебя так же они из детства? Страхи убивать тварину? Ну, я вообще против этого, да. У меня действительно страх к этому есть. Мне очень жалко, чтобы это не было. Мы наше тесто отставляем, нам нужно минут 10-15, чтобы оно отстоялось. Мы можем поддавиться, как наш десерт. Я гадаю, что он уже подошел. Можем отставать, так? Так. Он поднялся так, что уже вышло. Да, в половину. Это правильно, так оно и должно быть, так? Да, так оно и должно быть. Наш десерт готов, но нам нужно, чтобы он немножко остыл, отстоялся. И поэтому мы его немножко отставляем. Також десь хвилин на 10-15. Ну да, чтобы он остыл. Так. И дальше мы занимаемся нашей лазаней. Вы в это время, пока бланшируете помидоры, это разрезать здесь немножечко крестиком. Взяти шкирку. Маленькие, да. Разрезать, положить, минутку провариться и снимается шкурочка. Потом разрежете его, достанете мякоть и вот эту самую кожицу порежете. А я сейчас порежу лук на баланес. А, Иванечка, дивись, я таки крестики зробила, вже можу дойти так і напускати. Добре. От, знаешь, дивлячись программу цю «Мастер-шеф», ми так дуже за тебе вболівали, тому що ми всі знаємо, що в тебе така нелегка доля була, особливо. Ну, зараз вже в тебе так все добре складається, адже, ну, ти доводиш всім людям, що кожна людина творить свої доли, так? Ну, да, каждый человек. Але в детстве тебе не солодко пришлось? Да, в детстве мне далеко не сладко пришлось, потому как нам приходилось пищу самим добывать. Хотя это, да, странно звучит «добывать», это давно уже в далеких столетях, да, это делали. Ну, это действительно так, потому что ми рыбу сами ловили. Скільки у вас було у родини? Пять. Пятеро. Ну, у нас постоянно старшая сестра была сама по себе. И поэтому она к нам не касалась как-то, ну, сама по себе. І ти була за головну? Ну, да, хотя мне самой було там, когда я стала за головну 9-10 років, ну, дитя, да, хочеться гулять. И поэтому часто приходилось малых за собой везде, хотя самому младшим было 2 годика. И поэтому, как бы, тяжело приходилось. А мате не займалося вами так, як слід займатися матері, так? Я не хочу ее винить. Я не скажу, что она плохой мать. Она постоянно готовила нам. Но потом она как-то изменилась. Ей там сделали операции. Когда она поменялась так быстро, все, я не узнавала свою мать. Она постоянно с нами играла, сказки рассказывала. Она не просто рассказывала, она с нами играла постоянно в эти сказки. А потом изменилась. И поэтому мне как-то было непонятно, почему так. И почему в жизни так. И почему именно с нами это. Ну, так как-то тяжело было. Але зараз в тебе своя семья вже. И ты, я бачила твою донечку, ты неймовірно гарна мати. И ты займаешься детьми, так? Да, в самом деле. Или я постоянно их вожу. Любые съемки я стараюсь их постоянно брать. Ну, младший, у меня вообще два годика ему. И, ну, все равно стараюсь им ездить. Там кулинарная династия, все равно с ними ездить. И я стараюсь им очень много уделить внимания. Все, свободное время я с ними. Постоянно. И у меня его, я не скажу, что очень много, оно есть. Или готовлю, я тоже с ними. Так я хочу сказать, что Иваночка, это искренний пример того, что каждая людина может изменить свою долю. И досягти того, чего она хочет, варто лише захотите. Иваночка, пишемся тобой. Сейчас нам нужно обжарить лук. Так, мы лук сипаем. Вау! Пательная наша розогрелася уже. Да, и помешали. Иваночка, а где ты познайомилася с чоловиком своим? Я сразу хожу в полючку. Дайте мне, пожалуйста, оливково в масках. Так, держи. Немножечко нам надо. Так, додаємо оливкову олію трошки на пательню. Чекаємо историю кохання. Так, я приехала в Запорожье на работу. И, короче, работала официантом, потом старшим официантом, потом стала барменом. А муж приходил постоянно в это заведение. Ну, я с ним познакомилась, и долго мы общались. Просто общались как друзья. И потом, как бы, это, мы ездили гулять вместе. Переросло, наверное, в что-то большее. Ну, так мы встречались, потом жить начали вместе. Потом дети появились. Ну, так как-то все очень быстро и очень хорошо. Лук у нас обжарился до золотистого цвета. И положить нужно сюда фарш. Так. Как ты умело опоруешь пательнею, я дивлюсь, а я просто у захват. Так, меня же Эктор научил. Так, и сейчас мы хорошо перемешиваем с луком, чтобы у нас однородная масса была, чтобы у нас лук не сгорел. Ну, вот в последней программе ты говорила про то, что Эктор выступает тебе немовбачком. Что ты немовбачаешь из таких рис, которые должны быть присутствием с правильным батьком. Зараз, чи спілкуешься ты с Эктором? Ну, в самом деле, я такой человек, что я не люблю телефон и не люблю контакты. Я очень часто езжу на съемки, и я очень часто с ним общаюсь. И потому мне не надо там телефон, там контакт. Я это не сильно люблю. И, ну, я не скажу, что мы очень часто, но общаемся. У вас гарнивает нас именно? Да, у Эктора вообще с каждым участником хорошие отношения. Он сказал, что, и это нам очень было приятно, что мы лучше первого сезона. Он даже им это сказал. И потому, ну, мы ему все, все на единома очень нравится. А вот окрім Эктора, окрім ведущих, чи с кем-то поддерживаешь ты еще взаимный? С кем-то? С участниками? Да-да. А, конечно, я общаюсь почти со всеми. Ну, кто мне пишет? Я никому не звоню, не пишу. Ей постоянно звонят. Я очень хорошо общаюсь с Сашей Белодетом. Он всегда очень нравился, он хороший мальчик. С Виталией общаюсь. Потом Лиза, Аня, Таня. И мы вообще очень часто общаемся. И она меня даже пригласила там на работу. Я, скорее всего, может даже перееду скоро в Крим. Если бы у меня был свой ресторан, я бы запросила тебя у какого-то шеф-повара. И знаешь, как бы я назвала, напевно, ресторан? Ресторан Пипец. Улюбленное твое слово на проекте. А что? На рекламе можно делать, но тебе знаешь, какие деньги? Взагалі на проекте очень часто вы все так использовали нецензурную лексику. Инколи даже здавалось, что вас змушило это делать, чтобы проект был яскравейший. Чи на сколько была напружена атмосфера? Была, конечно, была напружена, если с нами был психолог все время. Как вы думаете? Мы там просто не спали, не ели, нам ничего не хотелось. И я считаю, что моё пипец еще не такой ужасный, как по сравнению со всеми укафниками. Ты сказала, что одну программу вы пишете близко недели. Да, это так было. Потому что один конкурс – это целый день. Целый день, полночи, мы почти. Вот мы выезжали с самого утра. И нас пока нагримируют, пока петли, чуть-чуть, ну, сразу нас было 20 человек. Каждый перепишет пока интервью. Вот, да, там вставляют интервью. Я считаю, что это очень тяжело. Поначалу первый месяц – так, круто, классно, все. А потом все. Мы поняли, что это далеко не круто, далеко не классно. Раньше мы сидели вечерами, там, мяско пожарим, там, то, все. А потом каждый по комнатам и как бы до подушки долечит. Так, а сейчас нам нужно вино. Вы мне подадите? Ага. Так, у меня такие не дуже чистые руки, в помидор. Нам нужно ложки 300, ложки 2. Вина. Это белая сухая вина. Да, оно у нас выпарится должно до половины. Даже больше. Не должно запаха, не должно быть вкуса алкоголя. Должен быть вкус вина. Сейчас нам нужно томатную пасту добавить и помидоры. Так, прямая томатная паста. Сколько ей добавляешь? Ну, мне нужно пол столовой ложки примерно, потому как у нас еще есть помидоры. Ты так все на око я больше робишь? Ну, я уже, у меня уже такой учитель был, что я уже знаю все, как и куда, и сколько. Так, нам нужно помидоры. А прямо навчали на проекте? Нет, нас не учили. Но нас по ходу учили. Когда каждый конкурс, нам подсказывали, нам рассказывали. И поэтому так бы мы, наверное, вообще ничего не сделали. И ничего бы не получилось. Сейчас твой уровень кулинарии уже стал набагато высшим. И уже за 10-ти балльной шкалою. Какую ты можешь дать себе оценку? Ну, все равно я не могу себе высокую дать. Два? Да, два балла. Ну, два балла. Нет, если серьезно. Ну, если серьезно, я себе дала бы шесть баллов. Шесть. Ну, уже ты бачишь, за сколько там тривал проект? Три месяца? Четыре? Три месяца вообще. За три месяца проекту ты поднялась на пять шаблев кулинарии. Ну да, на меня это уже очень хорошо. Так, ну что, мы сейчас доготовим наш паст. Сейчас мы добавим базилик. Немножечко, так, для вкусу. Ну, мне нравится базилик. Можно еще будь-якую приправу добавить? Можно по вкусу. Просто, что тебе нравится, то ты добавляешь. Мне нравится базилик. Я люблю свежий, сухой, нет разницы базилик. Так, а есть перчик у нас? Нам нужно немножечко еще перчить. Так, перчик. Перчик. Немножечко. Сейчас, это потребно. И все, мы посолили, поперчили, базилик добавили. Можно уже, в принципе, отставлять. Немножечко, а еще дойдет, и все. И сейчас мы продолжаем готовить лазанью. Мы высыпаем наш баллоньез. Это называется баллоньез. Да. Тобто фарш и с помидорами. С луком, с помидорами вино, томатно-пастно. И что далее? Сейчас мы будем соус сделать, бешамель. И с мускатным орехом. Нам надо протереть сковородку. Болочье с бешамель. Нам понадобится масло сливочное. Ножик можно мне? Наверное, грамм 20. Вершковое масло. Чи не шкодовала, что не смогла все-таки справиться с эмоциями? Да. Я настолько жалела уже, что с эмоциями можно было подумать. Осталось полчаса. Я уже пересилила, и я их жирюми уже кидаю, варю уже. И на пару делала, и что только не делала. Не могу понять, какие они должны быть вообще. Что можно есть, что нельзя. Ну, честно. Чего, они позеленели, и что? А я как готовить, любопец, ей-богу, блин. Не пойму, какие они на вкус. Они резиновые, я их режу, они какие-то зеленеют. Я их хуйней выпарю, они какие-то зеленые. Пену пускают, пипец. Я не знаю, я помню, где мне ехать. На проекте ты також скуштувала червячка зоофобуса, так он назывался? Расскажи нам, какой он у нас смак. Спасибо, что ты сегодня их не готовишь, мам. Нет, так, дайте мне, пожалуйста, молочко. Вкус вот этого червячка. Ну, я, честно, не поняла, на что он похож там. Вы кушнули их уже в приготовленном виде? Нам, заставляли нас и сырой кушать, но я на это не пошла. Иваночка, что ты робишь, расскажи. Я делаю бешамель. Нам нужно его так, чтобы не было комочков ни одного. Это мы будем перемазывать листы лазани.